Арик Эльман, израильский политический обозреватель. Арик, приветствую вас. Добрый день. Я хотел бы начать нашу беседу с очень странного вопроса. Мы в нашем чате обсуждаем, какая армия нужна Израилю. И неожиданно, 50 на 50, вернее 53,47%, как у нас прямо в Кнессите, разделились у нас новое опять несогласие Израиля. Половина, больше половины хотят воинской обязанности, как и было, а меньше половины, ну так радикально, хотят профессиональную на контракте. То есть мало нам разделения в обществе, у нас еще и внутри ЦАЛЯ мнение в обществе тоже разделено, парадоксально. Ну, я думаю, что 75 лет после основания государства это нормально, что люди готовы ставить под сомнение самые разные догмы. Это касается и наших вооруженных сил тоже, потому что мы смотрим на то, как это сейчас выглядит. И мы понимаем, что с одной стороны эти разговоры про то, что у нас народная армия, ну, они, так сказать, очень с ограниченной ответственностью. Мы также знаем и видим, что есть большая разница между тем, кто, да, в какие части попадает, как служит, и какие бенефиты для себя потом извлекает в течение своей гражданской карьеры. И мы также видим, не будем скрывать этот факт, что результативность наших вооруженных сил, несмотря на огромные расходы на них, она достаточно малоубедительна в последнее время. Мы в состоянии справиться, эффективно противостоять угрозам кучи террористов с севера, на юге и так далее. И в этом контексте, так сказать, перспективы гораздо более серьезного конфликта с враждебной державой, такой, как, например, Иран, они тоже вызывают определенные сомнения. Поэтому понятно, что люди готовы взвешивать альтернативные модели. А, еще к этому, конечно, надо же добавить. Еще один фактор, да. Всеобщая воинская повинность, у нее есть один проблемный эффект, да. Вот этот эффект командного голоса. То есть у нас в политике очень многие генералы, они традиционно находят себе место не только на гражданском рынке, что, в общем-то, дело тех компаний, которые их намнимают, но и в политике. Они идут в общество в полной уверенности, что у них есть харизма, лидерские способности, интеллект, умение руководить, которые они, значит, готовы, вот как они командовали нами, условно говоря, в армии, теперь они готовы нами руководить, вести нас вперед и на гражданку. Но, к сожалению, и здесь перформанс этих генералов оказывается таким, что вызывает серьезные сомнения в здоровье системы, которая их породила. Поэтому это совершенно естественно, что люди задают вопросы. Но надо сказать вот что. Говоря о альтернативах к тому, что у нас есть сейчас с точки зрения призыва и пополнения рядов армии срочной службы и, конечно, реализирования, будем забывать, что эмоции, оценки ситуации, последствий – это все хорошо. Но, тем не менее, в конечном итоге мы должны начинать с того, чтобы гарантировать себе достаточное количество штыков, условно говоря. У американцев есть, наверное, бутсы, андеграунд, ботинки на земле. Но вот количество ботинок нужно иметь. Значит, можно сказать с принципиальной точки зрения, что если мы, предположим, перейдем на какую-то добровольную модель службы, и если не найдете достаточно желающих эту страну защищать, то надо вернуть ключи палестинцам и разъехаться, как отсюда приехали. Ну, понятно, что это больше риторика, нежели практика. И если всерьез думать о переходе на какую-то более профессиональную службу и отказу от воинской повинности, тогда у этого есть последствия. Первое – последствия финансовые, а также, возможно, кадровые. Но мы видим, что, на самом деле, частично мы к этому идем, потому что мы видим, что постоянно растет как объем, так и спектр материального вознаграждения тем, кто служит, в особенности тем, кто служит в боевых частях, у кого служба наименее удобная, у кого она не чревата какими-то выгодами потом на гражданской, в гражданской жизни, кто меньше бывает дома, кто больше рискует жизнью и так далее. То есть мы видим, что старая модель, которая действовала, когда ваш покорный слуга защищал родину, 500 шекелей в месяц, и скажи спасибо, ну и один год оплаты обучения в университете. Но это уже не работает, мы уже уходим от этого постепенно в другую сторону. И надо еще один фактор отметить, возле которого ломаются, ломают копии очень сильно. Это потребность, как мы сказали, нужно достаточное количество штыков. Но не будем забывать, что население Израиля существенно увеличилось даже за последние 30 лет. И в то же время объемы потребностей наших вооруженных сил в людях, они не только не увеличились, они даже немного сократились, потому что мы перестали быть оккупационной армией, как на Югеливана, так и на значительной части территории Иудеи и Самарии, и, конечно же, в секторе Газа. Я это не говорю, не дай бог, с точки зрения осуждения, слово оккупация и так далее. Просто я думаю, всем понятно, что в тех параметрах, в которых армия в Уране и Израиль действовала, например, до подписания соглашения Мусла, они требовали гораздо больше людей конкретно. Сейчас у нас ситуация несколько иная. И понятно, что сказав о потребностях вооруженных сил, мы также должны сказать, что не о политической стороне этого. То есть мы все видим сейчас, когда политики опять ломают копию вокруг призыва, или остройки от призыва, или отказывают от призыва учеников ультра-продоксальных религиозных учебных заведений, что мы видим, что здесь очень много политики, и здесь также много заявлений раздаются, которые не имеют отношения к потребностям вооруженных сил, даже к безопасности, что это подорвает единоство народа, это будет мешать интеграции и так далее, и так далее. Вот здесь есть проблема. Мы знаем старое выражение, что Играиль – это армия, у которой есть страна. Вот это нужно начинать, я думаю, приводить самих себя в чувства. Мы должны начинать четко разграничивать сферы, в которой действует армия, обеспечение безопасности страны и все остальное, включая социальную интеграцию, включая абсорбцию репатриантов, включая наведение мостов между различными группами в обществе и так далее. Я думаю, пришло время признать, что армия – это не универсальная палочка-выручалочка, которая дает ответ на все проблемы. И там, где без нее нельзя, если вдруг выясняется, условно говоря, что мы не в состоянии бороться с коронавирусом без вмешательства вооруженных сил, значит, это наши проблемы. Это не решение этой проблемы. Нужно создавать, развивать и финансировать соответствующие государственные структуры и выводить оттуда вооруженные силы. Вот так как. Ну я вообще, как и частное лицо, для меня воспитано на традициях сахнуток, крайне болезненно расставаться со своими стереотипами. Скажем так, кибуцы в Израиле уже не совсем кибуцы, там капиталистический аспект большой. ЦАЛЬ уже не совсем призывная армия, там уже контрактный аспект. Йома Цмаут – это не день соединения народа, а это уже какие-то политические опасности. Вот трансляция Йома Цмаут сейчас, судя по всему, будет досматриваться, чтобы, не дай бог, каких-то провокаций не было. Вот что происходит с такими столпами израильского духа, сионистского, я могу сказать, вот в эти дни? Давайте на чем-то хорошего, отвечая на этот вопрос. Прозрение, как есть такой российский юморист и публицист Евгений Шостаков, у него есть отличная фраза, я ее давно взял на вооружение, готов поделиться. Прозрение – это когда перестаешь видеть то, чего нет. Это касается, в том числе, и, как вы сказали, сахнутской мифологии. Никогда не было у нас равенства, никогда не было равенства у нас в армии, никогда не было равенства в других местах, и не надо тешить себя иллюзиями. Скорее, наоборот, если что-то пошло, сегодня в течение последних десятилетий израиль поступательно двигается к большему равенству, к большей интеграции, и в том числе и вооруженных сил. Что касается других, так сказать, алиминейков, я думаю, что здесь как раз можно сказать, например, чтобы не говорить о негативе, он сильный игр, да, и вы частично его упомянули, давайте подаем позитив. Позитив состоит в том, что в течение многих лет мы, израильтяне, когда я говорю «мы», видели страну как некие осужденные лаки, да, и не время сейчас выяснять отношения, не время обсуждать или спорить о том, как мы у нас должны быть, как лучше обустроить страну, правильно ли у нас встроена политическая система, юридическая система, военная. Как в армии любили говорить, как минимум в северном военном, сурим олегдеро, да, сирийцы уже на заборе. То есть мы постоянно под угрозой, мы постоянно окружены врагами, нам нужно обеспечить собственное выживание, а потом, и когда-нибудь потом, начнем говорить о таких вещах. Вот, когда-нибудь потом наступило, 75 лет государства существует, за исключением амбиций одного безумного режима, нет никаких внешних угроз нашему существованию, да, у нас гораздо больше тех, кто хотят быть нашими друзьями, чем врагами. Страна стоит на достаточно прочных, объективных основах, и поэтому многие израильтяне чувствуют, что они могут оспаривать друг у друга будущее этой страны, будущее ее структур. Как оно будет? То, что у нас дискуссия эта ведется истерически, да, то, что в ней переходит красная линия здравого смысла, то, что все готовы надрывать, голос оскорблять своих противников, переходить нормы разумного, ну, мы люди горячие, мы на ближнем остатке, мы не в Швейцарии, и надо честно признать, общий уровень образования, воспитания и так далее оставляют желательно. Арик, можно я еще раз уточню? Шума много, но между шумом и переходом этого шума в активную, так сказать, фазу, она все-таки есть определенная дистанция. Думаю, что хочется верить, что мы эту дистанцию все-таки не пройдем. То есть вы уточняете, вы говорите о том, что на самом деле вот эти противоречия, которые выявляются в протестах, в оскорблениях сторон, в претензиях друг к другу, на самом деле говорит о высвобождении энергии в Израиле, и у нас появилась, скажем так, мы в стабильной ситуации. Хочу еще раз уточнить. Я думаю, что... Да, я так сказать, если вы хотите, я могу, Роман, присоединиться к вам и вместе с вами абсолютно искренне оплакивать про потерю всего того, что вновлительно называется мамлахти, то есть переход всех красных линий, отсутствие готовности оставлять какие-то зоны за пределами споров и дискуссий. То есть тут я с вами абсолютно солидарен. Но я все-таки хочу указать на вот эту более позитивную сторону этого явления, которая вытекает из вот этого растущего чувства уверенности в собственных силах. Уверенности в том, что мы можем позволить себе эту дискуссию, не боясь того, что она, условно говоря, отвлечет нас. Потому что мы там слышим эти разговоры о том, что наши враги очень рады и все такое, нашим спором, но также точно понятно, что мы все понимаем, насколько, если это так, насколько это глупо. То есть это может привести в сам худшем сценарии, как вот в спутке насилия города Второй Ливанской войны, которая в конечном итоге закончится точно так, как закончилась Вторая Ливанская война. Мы можем остаться очень недовольными ее результатами, поскольку мы победим, но мы же точно не проиграем. Вот это вот ощущение, оно частично лежит в основе всех нынешних дебатов. Я думаю, что если кому-то нужен немного позитива, я его готов предоставить в такой форме. Слушайте, крайне интересный взгляд, и на самом деле его не хватает, особенно в общественном пространстве. Спасибо вам. Действительно, может быть, Израиль на самом деле это признак силы и признак высвобождения. Мы уже так, ну, мы не выживаем, мы уже хотим жить правильно, и поэтому спорим. Да, и поэтому действительно возникает ситуация, которая как выясняется. У нас нет... Опять же, почему мы проснулись в январе, когда условно Верим Ливин предложил свою юридическую реформу, и вдруг узнали, что, оказывается, наше население, оно очень разное. Оказывается, у нас есть много групп этнических, религиозных, идеологических, культурных, которые очень по-разному видят, что хорошо и что плохо, что такое демократия и как оно должно выглядеть. Да вы что? А до сих пор мы вообще думаем, что мы все одинаковые совершенно. Исраиль, Исраиль такой срулик в кибуцных сандалиях и в панамке этой кова тембельной в рите на голове? Нет, ну это уже давно пройденный этап. И то, что мы понимаем сегодня, что возможно, приходим к этому пониманию, что возможно нам нужно по-другому строить наш общественный договор. Не так, как сторонники реформы, не так, как противники хотят. Возможно, нужно думать о глубинных реформах нашей политической системы, чтобы более конкретно четко определять волеизъявления. Может быть, нам нужны другие моральные категории, с которыми мы подходим к нашей политической жизни. Все это нормально. Все это абсолютно легитимные темы для дискуссии в любой здоровой демократии, в любом здоровом обществе. Даже хорошо, что это происходит не в состоянии экзистенциального кризиса, как, например, как мы сняли в Франции в 50-х годах и закончилась, как мы знаем, смена политической системы, смена одной, в республике на другой и возникновение той президентской смешанной. Дальшую роль президента во главе с Деголем, которая с системой, которая стоит и до сих пор. Это один инструмент. И ничего в Франции не перестала от этого выделенной прати. Франция не рухнула, Францию не захватили коммунисты, она не стала сателлитом Советского Союза и так далее, и так далее. Чего тогда спасались. Было такое. То же самое и Италия. Классический пример перманентных политических кризисов на фоне опять же внутренних этнических, демографических культурных различий. Нормально. Не надо этого пугаться. Главное, при этом, конечно, память, что были у нас в истории случаи насильственного политического противостояния. История не знает ни одной демократии, которая не прошла на том или ином этапе через вспышку внутреннего насилия в той или иной форме. И, зная это, нужно думать о том, стремиться к каким-то параметрам. Для этого нужно самое тяжелое. Это, что в каждом лагере нет друг друга, били кулаками в чужую грудь, а наоборот, что в каждом противоположном лагере были умеренно и осаживали собственных экстремистов. Вот если это будет происходить, то все будет нормально. Спасибо огромное. Перед ее матсмаутом это очень важные слова. В эфире лучшего радио Ари Кельман, политический обозреватель. Спасибо вам. Спасибо.